Дядя Вова, наш многоуважаемый сосед, друг, знакомый, кумир молодёжи. Купил телефон за 3000 рублей и почему-то думал, что он будет прямо у него... Я хочу вернуть справедливость. Да, да, да. Верни справедливость в пять. Он просит меня слёзно, чтобы я сжёг ему этот телефон, чтобы он его обменял за деньги. Чтобы мне вернули деньги, потому что вот это говно, оно не стоит столько денег. То есть, дядя Вова, организатор и заказчик, а ты исполнитель. Я исполнитель, да. А ты снимаешь и... Я свидетель, меня надо убрать потом. Мы его сжигаем таким способом. Кладём просто в печь. И включаем на несколько секунд, как будто он там жарится. Да, но чтоб он не пожарился. Сейчас будет искрить. Да, искрить он. Всё? Всё. Отлично. Нет запахов каких? Нет. Насыпем. Попробуй. Может, он ещё и работает. Даша говорит, что он может оказаться крепким орешком, но не сжечься. Тём, он врубился. Попытка номер два. Теперь до упора ставим. Всё, там искрить что? Пахнет. Чуть чуть пахнет. Ты симку-то вынимал? Конечно. Ну, реально пахнет. Телефон продолжает работать. Мы ставили батарею, он загрузился у нас. Но, слава богу, не работает Wi-Fi. Это наше спасение. Вчера я съездил и отдал в ремонт этот телефон. А сегодня мне позвонили и сказали, что ремонт выйдет дороже, чем его стоимость, потому что в нём сгорели все антенны, которые в нём строили. И я его оставил в подарок компании, которая занимается ремонтом. Панк Роб после сорока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!